Приветствую всех уважаемых зрителей канала Субиньюз. У нас сегодня снова традиционный коллективный стрим. Мы, возможно, ожидаем и других гостей наших эфиров. Я вам напомню, что вход у нас абсолютно свободный, но, видимо, все остальные пока заняты. Если и появятся, то по ходу трансляции. А пока с вами Василий Миколенко и Юрий Шулипа. Юрий, я вас приветствую. И вас я, Василий, приветствую, но и также мое традиционное приветствие нашим зрителям и слушателям. Донецкой области, назначенная оккупантами. И они сказали, что срочно нужно готовить референдум. Далее это все поддержали и в оккупированной Донецкой области, которая, я хочу нашим зрителям напомнить, оккупирована лишь наполовину. Но они все равно хотят делать референдум о вступлении в фашистскую федерацию. Ну и ожидаемо, как мы вчера с вами все и предполагали. Сегодня подонок Стримаусов заявил, что в Херсоне будет то же самое. Ну и самое смешное, пожалуй, это происходит сейчас в Запорожской области. Там оккупанты захватили ее юг. Это Бердянск, это Мелитополь. И даже столица Запорожской области, Запорожье, не захвачена. Но тем не бедя там тоже собираются провести так называемый референдум о вступлении в федерацию. И вот одна из последних новостей. В Мелитополе в оккупированном состоится так называемый народный сход. И на этом народном сходе якобы народ этого маленького городка будет решать за многомиллионный город Запорожья и остальную область, что им там куда-то нужно вступать в то или иное дерьмо. Это все выглядит, конечно же, смешно и комично. Но если бы за всем этим не стояла одна из самых кровопролитных войн последних веков, а именно вторжение России в Украину. Безусловно, это все делается Кремлем, а не какими-то там ДНР и ПНР и прочие ее колымыны. Это все делается специально и это все делается именно сейчас. И мы сегодня с Юрием попробуем разобраться в причинах, почему именно вчера и сегодня вожжа попала под хвост резиновой жопы из Кремля. И почему именно в эти дни мы смотрим на эту клоунаду, что за этим стоит и для чего это делается. Есть мнение уже, мнение специалистов, мнение аналитиков, мнение журналистов. И большинство из них сводится к тому, что это делается целью того, чтобы якобы включить в состав России новые оккупированные территории. И затем, когда на них будут, естественно, продолжаться вестись боевые действия, наша доблестная освободительная армия делает свое дело и будет это дело только увеличивать. И темпы этого дела будут только нарастать. Но эти подонки из Кремля, они скажут, что теперь вот вы видите, теперь-то Херсон, Россия. И как это вы на нашей российской территории тут танки свои ворочаете туда-сюда. Мы-то их военным способом отбить уже не можем, так называемой спецоперацией. И что нам теперь делать? А теперь мы имеем все основания объявить войну Украине, потому что она на наших донецких территориях исконных проводит боевые действия, бомбит наш русский, российский, вернее, Донецк, который уже входит в Российскую Федерацию. Ну, естественно, с их точки зрения, с точки зрения всех нормальных людей, 95% населения нормальных цивилизованных стран. Это, конечно, никто никуда не входил. Все, как входят в Украину-то, как входило, так и входят. Но вот они будут кричать на своих телеканалах. Так, теперь мы можем или даже объявляем войну и проводим всеобщую полную мобилизацию. Потому что без этих референдумов и без этих так называемых ухождений, наверное, фюреру сложно будет объяснить своему тупому народу. Извините, не всему, конечно, а подавляющему большинству, который действительно, опять же, извините, является тупым. Ему будет крайне проблематично этому недоноску объяснить своему ватному колорадскому быдлу, почему же ты, собственно, должен бросать насиженный своей жопой диван, бросать пиво и идти в холодные донбассские степи в ноябре месяце там умирать. Ну, будет уже объяснение, потому что Донбасс официально, с их точки зрения, вошел в состав Российской Федерации. Но есть и другие точки зрения, друзья, что это делается по другим целям вот этих псевдореферендумов, что никакой мобилизации и войны, объявления войны не будет. Я, кстати, склоняюсь все-таки ко второй точке зрения, потому что, в принципе, возможно, даже и референдумов никаких не будет, потому что уже все эти колосса мы слышим очень давно, с самого начала боевых действий. Они нам обещали в сентябре какие-то референдумы, потом в ноябре какие-то референдумы. И сейчас они начинают какие-то новые сроки произносить и новые официальные уже якобы действия делать. Но мне кажется, что все это дергание неврастенника от бессилия. Он не знает уже, как остановить ту авантюру, в которую он влез. И очередная угроза в сторону цивилизованного мира. Мы теперь вот вам войну объявим, мобилизацию, потому что теперь это Россия. И доносится это, кстати, и через ватные средства массовой информации обоснования. Но, может быть, это и будет сделать. Давайте, Юрий, с вами подробно на этом остановимся и обсудим, приведем аргументы. Я, конечно, хотел бы услышать ваше мнение, почему именно сейчас и что за этим последует. Почему именно сейчас? Да потому что российско-падширские захватчики терпят одно за другим поражение на фронтах. Фронт у них начал сыпаться. Вот таким образом нужно понимать, что вот эта вся дергадня, имитируемая дергадня с так называемыми референдумами, это просто акт оказания информационно-психологического давления на украинское руководство и общество, а также западный эстеблишмент с целью понуждения руководства Украины к так называемым мирным переговорам. Но, смотрите, вот я считаю, нужно немножко более серьезно, детально подойти к данной ситуации и разобраться. И я сразу же начну со следующих факторов, чтобы нашим зрительным и слушателям была понятная ситуация. Укрепляя еще, ну, по всей видимости, даже до 2014 года возникли устойчивые замыслы, а потом они уже де-факто стали планами по ликвидации Украины как государства геополитической реальности. А с 24 февраля 2014 года, когда началась широкомасштабная фаза российской агрессии против Украины, подтвердился и другой замысл. Введение агрессивно-конвенциональной войны до последнего украинца, до уничтожения украинцев как народ, нацию и со всеми прочими вытекающими отсюда последствиями, в том числе уничтожение Украины как государства. Василий, я 6 мая этого года в одном из стримов высказался о том, что у Путина возник план на включение состава России в Херсонской области вообще без каких-либо референдумов. То есть просто по беспределу включить, почему возник этот план, и он у них был именно как раз-таки в начале самой широкомасштабной фазы российской агрессии, тогда когда российские фашистские захватчики оккупировали Херсон, потому что в Кремле, поверьте, они лучше, чем мы, лучше, чем мы, и прекрасно понимать, что оккупированные населения их не поддерживают. По всей видимости, сейчас уже около 100% жителей Херсонской области, они, естественно, против того, чтобы их область была захвачена российскими фашистскими захватчиками и стала частью выпускового Русского рейха. Это все очевидно. И поэтому там по первоначальному плану было принято решение просто аннексировать эту область без проведения каких-то референдумов. Потом возник альтернативный план по так называемым референдумам, он возник немножко позже, когда им занял, то есть, поручили этим вопросом заняться Киренко, и Киренко говорит, что вот тогда настоял, что все-таки нужно какой-то референдум, чтобы что-то, где-то, как-то все это дело показать. Теперь смотрите, следующий фактор, что касается временно оккупированных Донецкой и Луганской областей. Россия их признала, с точки зрения России, в качестве самостоятельных и независимых государств. И открыли в Москве так называемое их посольство. О чем это говорит? Это говорит о том, что в Москве, ну, собственно говоря, это продолжение по этим временно оккупированным территориям той же самой политики, что и была с 2014 года. Использовать временно оккупированные территории, создание, как у них в их доктринальных документах, в российских называется, серых зон, для того, чтобы, или мы называем это по-другому, языком международного права, зон оккупации, оккупационных зон, для использования этих оккупационных зон в качестве военного плацдарма, для ведения военных действий против свободных территорий Украины. Но, а теперь я хочу высказать главную мысль. В Кремле тоже, на самом деле, сейчас нет окончательного решения и единомыслия по поводу того, признавать ли временно оккупированные территории Донецкой и Луганской области в качестве территории России или оставить все, как есть, для того, чтобы через эти территории ввести против Украины, осуществлять против Украины боевые действия. Почему? Потому что, да, с точки зрения, не существовало, почему Путин эти 8 лет бомбасу в пропаганде. А 8 лет бомбаса как раз именно потому, что эти территории используют для ведения войны против Украины. И у Путина, думаю, так, что, ладно, мы, в принципе, даже если эти территории признаем, но потом, когда наш русский рейх снова окрепнет, то мы найдем другой повод и будем вести войну против Украины дальше. Поэтому у них в Кремле сейчас такая точка сложилась. 50 на 50. Может, признаем, а может быть, не признаем. И самое главное, самое главное, я теперь нашим зрителям как говорится, вишенка на торте. Пока силы обороны Украины ведут активный конт наступательный, действия обрушили и продолжают обрушать дальнейшим агрессору фронт. Некаких референдумов речи быть не может. И теперь я вторую вишенку на торте сообщу. Вот смотрите, даже если, предположим, еще одно, это крайне маловероятно. Вообще просто, пока что где-то в практическом контексте это невероятно. Но возможно. Сейчас дело в том, что мы находимся в ситуации достаточно высокой неопределенности, когда ни один из возможных сценариев неизвестен в ключе. Возможно. Допустим, провели они референдумы. И в Запорожье, на той же самой куске Запорожской области, Керсонской, Донецкой, Луганской. Эти территории потом в России аннексировали. То есть аннексия, это когда силы в одностороннем, государству, часть чужой территории, на официальном уровне признают, что это ее территория. Вот это и есть аннексия. Аннексировали. Окей. И что тогда получается? Остановит ли это силы обороны от освобождения этих закваченных территорий? Конечно же, не остановит. И условно, эти территории будут освобождены. Юридические. Юридические. Юридическая сила этих референдумов равна абсолютному нулю. Вы читаете, кстати, юридические слова, что такое аннексия. И, да, это понятно, то, что я уже объяснил, это насильственное отторжение части территории от государства агрессии, да, присоединение этой территории к государству агрессию, да, вот в двустороннем силовом порядке. И аннексии, как правило, легендируются под референдум. Это, кстати, формулировка, она была взята из приговора Нюрнбергского международного трибунала по Ашлюсу Австралии. Извините, по Ашлюсу Австралии. Вот. И поэтому, поэтому этот референдум, так называемый, на Международном уголовном суде, который состоится над Путином и у чекистской фашистской банки, все эти 10 референдумов, будут учитаны судьи Международного уголовного суда для Путина, Кириенко и прочих представителей российского военно-политического руководства в качестве отягчающего обстоятельства. Но какое же по сравнению будет расистов и российских орков, когда Россия признает эти территории своими, они будут освобождены вооруженными силами. Вот это и ускорит и усилит падение путинского режима, я думаю, намного сильнее, чем вообще что-либо можно себе предположить. Юрий, я, безусловно, понял, о чем вы говорите, но есть один нюанс. Правда, перед ним я попрошу наших зрителей поставить отметки «Нравится», коих очень и очень мало. К сожалению, пока, надеемся, вы поможете распространить стрим и увеличить эту цифру. Друзья, поставьте лайк, пожалуйста. Юрий, мы понимаем с вами, что, конечно, юридически ничтожные итоги этих так называемых референдумов, но я вам скажу больше, сами Колорады, они все как один, и я думаю, в Кремле тоже говорят в один голос о том, что им вообще плевать на то, что признают эти референдумы, кто-то не признает, они делают это для себя любимых, поэтому тут все, что делает Путин, уже юридически ничтожно. Он военный преступник, и я думаю, что ни до какого суда дела не дойдет, его тупо повесят, повесят, причем где-нибудь возле Кремля. Я о другом говорю, эти референдумы делаются с какой-то целью именно Кремлем, наверняка не с юридическими целями, потому что на все юридические нюансы там уже давно вложили с прибором, а соответственно возникают вопросы, зачем собственно, с какими целями они это делают, и возникает наверное ответ, цель проста, цель проста подвести базу для своего населения, для дальнейших каких-то действий, чтобы сказать своему населению, юридически тут уже никаких элементов быть не может, ни юридического значения никакого нет, значит значение другое, значение пропагандистское, пропаганда Путина где работает, она работает исключительно внутри Российской Федерации, соответственно, какие цели у проведения этих псевдо референдумов для народа России, как вы думаете? Василий, да, вы отчасти правы, действительно, в том числе для внутренней пропаганды сказать, что вот это народное заявление, что здесь больше половины, здесь основные населения русские, украинцев мало, так они будут в дальнейшем говорить, но, почему сам по себе этот референдум не ложился в первоначальную повестку планов Путина, потому что там первое, то, что я уже сказал в самом начале, понимаем, что никакой народной поддержки и воли заявления там и близко не пахнет, и это хотя бы можно понять по тем ватным телеграм-каналам, так называемых культофашистских телеграм-каналам, где пишут, что местные относительно населения Херсонской области, Запорожской, Донецкой, вообще всех временно оккупированных и то, что они пишут, местное население категорически нелояльно сдают наши позиции, наводят укров на наши, то есть скидывают укров наши координаты и нас поэтому из-за местного населения бомбят, оно все против нас. Вот, почитайте же эти самые ультруфашисты. В этом плане они делают дело в том, что абсолютно правы. И я бы, кстати, в политическом плане увязал все-таки инициирование вот эту всю машину возьму с инициирования проведения так называемых референдумов с обстрелом южноукраинской атомной электростанции. Почему? Потому что враг в четвертой мировой гибридной войне нащупывает наши слабые места и он старается бить в политическом плане по слабым точкам. вот была попытка нанесения ракетного удара по запорожской атомной станции, извините, южноукраинской атомной станции, которая в настоящее время работает. Ну, сразу реакция в Украине, как это так, мировое сообщество, то есть, начинает реагировать. И то же самое и референдум. Еще раз это просто здесь нужно по большей части сейчас рассматривать, мышиную возьму с этим референдумом, как информационно-психологическую операцию по оказанию давления на украинское общество, украинские власти и страны, западные коалиции, которые оказывают Украине военную помощь. Ну, понятно, что предлог пропагандистов, еще раз говорю, пропагандисты именно могут найти такой. Если это уже будет скоро территорией России, то вы должны прекратить поставлять там западную помощь, иначе мы там опять будут, собственно говоря, угрожать применением ядерного оружия. Ну, это еще раз повторяю, это вот как один из сценариев гипотетически, который может быть. Но все равно это все еще проводится в рамках информационно-психологических операций. То есть, Россия таким образом просто пытается своей мышиной вознюсь создать параллельную реальность. А как с этим нужно бороться? А с этим существует одна борьба. Это помогать тем обороны Украины делать все, как говорится, для армии и нашей победы. Для армии, фронта и нашей победы. И только еще пытаюсь ожидать победу, работать на победу, делать все для того, чтобы села обороны Украины выкинули с территории Украины российских фашистских захватчиков. Вот и все. Ну, вот один рецепт. Получается, мы с вами расходимся во мнениях. Я считаю, что это исключительно внутренний фактор потребления будет. Вы думаете, что это больше на внешнее воздействие? Василий 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 Василий, нет, смотрите, мы с вами не расходимся во мнении. Я поддержал вашу позицию в том плане, что это внутренний фактор в том числе, безусловно. Но этот фактор также имеет и внешние оттенки, поэтому и внешний тоже. Ну, послушайте, опять-таки, это внешний фактор, то, что я озвучил, с точки зрения с позиции агрессора. Но все цивилизованное западное сообщество, и мы здесь в Украине, понятно, мы все это понимаем, что это действие абсолютно юридически и фактически ничтожное. Что это просто ничтожное действие, что это информационно-психологическая операция. И так, как я говорю, что это информационно-психологическая операция, точно так же понимают все здравые, нормальные, обвиняемые люди и на Западе, и в Украине. В любом случае, наверное, и в Кремле понимают, что это действие на Западе будет воспринято сугубо в негативном аспекте и безусловно вызовет новые санкции, новые поставки вооружений, в том числе и тяжелых, вызовет поставки танков, самолетов. Безусловно, в Кремле это все понимают. И если они идут на такой шаг, который во вред им во внешнем аспекте, то мы с вами можем легко сделать вывод, что этот шаг действительно им нужен. А для чего нужен? Если они терпят такое ухудшение ситуации во внешней сфере, наверняка они хотят что-то выиграть во внутренней сфере. И тут на ум приходит только одно объявление войны и всеобщая мобилизация, поскольку мы с вами видим, что они не вывозят на фронте, они их бьют, их не просто бьют, их деклассируют, их лупят, их уничтожают. И они, видимо, это видят и судорожно пытаются сделать какие-то новые шаги, новые попытки. А новые попытки могут быть только дни объявления войны, перевод промышленности на военные рельсы, потому что вооружений уже не хватает. Хотя это мало поможет без западных комплектующих. Ну, разве что топоры и лопаты будут делать или там какие-то старые образцы калашников. И это, конечно же, мобилизация. Они, наверное, хотят уцепиться за это. Отсюда я, лично я делаю вывод, что я вижу два варианта. Либо вот это все шевеление, которое сейчас происходит, это элемент в торге. Мы с вами уже обсуждали, что резиновая жопа в данный момент находится в одной из пяти стадий принятия неизбежного. Это стадия торга, возможно. И, как сегодня сообщил Эрдоган, что пути к переговорам ведутся. И он говорит, что, можете прочитать, друзья, в нашем телеграм-канале. Ссылочку мы сейчас бросим вам в чат. Эрдоган сегодня сделал ряд интересных заявлений. Во-первых, он заявил, что лично говорил на полях шоу с Путиным. Вы прочитаете полные цитаты в телеге у нас. Он сказал, что он лично разговаривал с Путиным на эту тему, на тему Украины и убедился, что Путин ищет пути прекращения войны в Украине. Это практически дословная цитата. Вдумайтесь, да, разница с февралем. И сейчас, еще раз повторяю, Эрдоган заявляет, Путин ищет пути прекращения войны. То есть, он как ужик ползает и не знает, в какую ему дырку выползти из этой ситуации. И второе важное, что сообщил Эрдоган, что лично он считает, что прекращение войны без возврата внимания всех территорий Украины невозможно. Мирные переговоры невозможны. Прекращение войны невозможно. Таким образом, мы видим с вами, что Реджепт и Эрдоган находятся на позиции президента Зеленского. Это, друзья, не может не радовать, что у нас такой мощный, мощный региональный союзник, как республика Турция. Мы видим с вами, что Эрдоган полностью на стороне позиции Украины в данном вопросе. Никакого прекращения войны без возврата территории. Это, друзья, очень важно. То есть, мы с вами видим, что Путин попадает, особенно на фронте, и на международной арене, в частности, и на арене разговоров и контактов с Эрдоганом, с Турцией. Он попадает сейчас в патовую ситуацию. он уже не может вести дальше войну, не может вести дальше войну без дальнейших глобальных поражений, что еще худшее его положение поставит. Он-то может вести войну, но она чревата еще более худшей ситуации. То есть, это цусванг, это ситуация в шахматах, когда любой твой ход делает ситуацию для тебя же лично только хуже. Таким образом, Путин, наверное, это понимает. Он-то дурак, мы с вами знаем, но не конченый дурак, что-то он понимает. Он понимает, что сейчас положение на фронте с каждым днем, с каждой неделей будет становиться все хуже и хуже, его переговорные позиции будут все хуже и хуже. Таким образом, ему нужны какие-то ходы, он ищет переговоры. И для того, чтобы усилить свои позиции на возможных переговорах, возможно, где-то под ковром что-то уже такое происходит при посредничестве то ли каких-то финансовых кругов Запада, Швейцарии, Лихтенштейна, то ли при посредничестве турецкой стороны, то ли китайской стороны. Возможно, такие контакты уже идут между вторыми, там, третьими официальными лицами, вот этот всеми, например, нелюбимый Ермак и так далее. Возможно, такие контакты уже идут. И Путин должен какие-то козыря, хотя бы оставшиеся, ну, не труппы ему там российские показывать, да, не захваченные в балаклее склады. Что он должен показать? Он должен делать какие-то угрозы. Значит, мы с вами можем делать вывод, что, например, подрывы дамп под кривым рогом, обстрелы ТЭЦ, обстрелы АЭС, вот эти все угрозы, это не то, что он дальше так будет делать, особо, я вам скажу по секрету, и нечем уже это делать. А это просто шантаж, что если вы не сядете со мной за стол переговоров, я, значит, буду вот такие вещи предпринимать. И если мы, друзья, будем исходить из этой логики, я не знаю, она правильная или нет, ну, может быть правильная, если мы из этой логики будем с вами исходить, мы можем с вами сделать вывод, что вот эта сегодняшняя холеричная какая-то неврастение с так называемыми референдумами, это просто еще одно яичко в корзинку торга. Мол, если вы не сядете со мной переговоры, мира хочу, мира прошу, если вы не сядете со мной переговоры, без хотя бы оставления Крыма мне любимому, то я вот буду предпринимать такие шаги, проведу референдумы, объявлю войну, мобилизацию, то есть это первый вариант, друзья. Я лично делаю уважение, что первый вариант вот этой суете по референдумам, это шантаж для получения возможности пока только переговоров, а не результатов их. И второй вариант, который я вижу, если действительно они могут произойти, если они пройдут, они собираются онлайн, кстати, проводить, уже смешно, если они эти переговоры пройдут, то референдумы пройдут, то значит второй вариант, это действительно для войны и для мобилизации, но второй вариант я рассматриваю фантастическим, потому что воевать-то есть, мясо хватает, ну во-первых, половина разбежится по лесам, кому охота умирать, а во-вторых, нечем, не с топорами, ши с лопатами идти, мы с вами видим, что уже ватные колорадские паблики жалуются в том, что на их фронтах нет даже боеприпасов, уже Украина просто задавливает артиллерией, извините, друзья, за долгий спич, но очень важно все было подробно описать, Юрий, вот то есть мои мысли, два варианта, либо это шантаж для переговоров, он хочет мира или перемирия, либо это действительно война и мобилизация, я других вариантов не вижу, там никаких юридических, там и так далее. Эти варианты, они связаны обусловлено с тем, что лом Каддафи стучится в резиновую жопу. Очередной удачный эпитет, Юрий. Да, вот собственно говоря, такова его сейчас ситуация, вы абсолютно правы, что что Путни сейчас не сделает, он находит состояние целых с вами. Любой ход ухудшает его ситуацию. Всеобщую мобилизацию он не объявит. Это 100% исключено, в Украине тем более официальную войну вообще не объявляет. Но представляете, вот что такое Россия на официальном уровне делает заявление, что объявляет Украине войну. А подсчитайте статью 51 устава Организации Объединенных Наций. Что там сказано, что там той страны, которая подверглась агрессии и нападению, может помогать вообще все мировое сообщество. Как можно в современных условиях так и заявление делать. Я думаю, у них же люди адекватны, поэтому они эту и широкомасштабную войну зарегендировали, подчеркиваю, еще раз, под специальную военную операцию. Поэтому смотрите, у них сценарий сейчас будет, я назовем вот так, унылое говно. В чем будет заключаться? То есть, будет вот такая скрытая принудительная мобилизация, вот эти же самые тенденции, которые сейчас у них есть по скрытой мобилизации осуществляются, так они и будут идти. Экономика у расистов не потянет, не вытянет экономически, организационно, военно-техническом, военно-техническом плане войну еще не вытяну и полностью проиграет. И тут еще что важно, вот почему, например, я говорю сейчас с очень большим тенисом, потому что уже более 50 тысяч кадровых российско-фашистских захватчиков уничтожено. Это очень серьезная демобилизация, деморализация, очень серьезная деморализация внутри российской армии и тех вообще всех лиц, которые так или иначе причастны к этой войне. Все они действительно безусловно деморализованы. Поэтому вот те же самые тренды, которые имеются в России, они в чем-то будут увеличиваться, в чем-то наоборот сокращаться. Да, и вот, кстати, важно, обратите внимание, я читал в Телеграм-каналах, но читал и видео-видел, более 100 рапортов, собственноручно написанных российскими фашистскими захватчиками, сил обороны Украины обнаружили в ходе освобождения Блаклеи. И что в этих рапортах написано? Это рапорта об отказе от участия в так называемой специальной военной операции. Вон пачками, там пишут. Да это не секрет давно, Гиркин там жаловался, что их пятисот ими называют, массовые отказы от контрактов. Они же контрактики там якобы. конечно, поэтому в такой ситуации еще пытаюсь, что впредь до освобождения всей Украины тренды, они те же самые, которые в России нет места быть, они просто будут продолжены и все. Поэтому никакой мобилизации не будет, никакой увеличения войны тем более не будет, потому что Путина уже практически нечем боевать, а уголовники и вот ту всю шушуру, которую они мобилизируют на войну против Украины, это все. Абсолютно не, это материал на утилизацию. Да, Василий, я, как вам еще просьба повторить еще вот вторую часть вопроса, очень важный вывод. Ну, я имею в виду, что у меня два варианта, либо вот эта истерия с референдумами, якобы референдумами, это целью мобилизации объявления войны в Украине из-за того, что она нападет на уже российский официально с их точки зрения Донбасс. И второй мой вариант, что это очередная угроза после обстрела в АЭС с целью вымаливания переговоров у Зеленского. А, смотрите, да, по поводу переговоров очень важно. Украина тоже, конечно, как и все те страны, которые поддерживают Украину, она готова к переговору. Но здесь, скажем так, суть-то скроется в условиях переговоров. Украина говорит, собирайте манатки и сваливайте к границам 1991 года. Или хотя бы к границам 19 февраля 2014 года. То есть за день до, за сутки до начала войны захвата Севастополя и автономной республики Крым. Вот туда объедите, значит, границам 1991 года, собирайте вещи и откатывайте. И, кстати, Эрдоган, что важно, он в своем официальном заявлении подтвердил позицию всего мирового сообщества. Потому что Крым, как временно оккупированная территория, она не признана мировым сообществом. Но существует, по-моему, уже, да, не по-моему, а шесть резолюций Генеральной Ассамблеи. А вон это высший орган в мире Международного сообщества, где Крым признается временно оккупированной территорией, а Российская Федерация оккупирующая держава. Поэтому убраться как минимум за границей 1991 года, а потом уже мы продолжим переговоры о репарациях, о выдаче украинскому и международному правосудию российских особо тяжких военных преступников. И по поводу Путина, смотрите, да, я говорю, я не доказал, 90 процентов, я гарантирую, что он не доживет до каких-либо над собой судов. Но важно осудить его заочно и посмертно для того, чтобы Грассе навсегда прекратить российский империализм. чтобы войны с участием России не прекратили, то есть, были прекращены раз и навсегда, потому что ненаказанное зло всегда будет порождать больше зла. И в этом плане нужно создать ситуацию исторического неповторения этого зла. Поэтому Путин и чекистская банда по-любому должны быть осуждены. Иначе придет Хунтин, потом еще кто-то, и эта война будет, пользуясь уже созданным прецедентом агрессии, постоянно продолжаться. Василий, микрофон. Да, Юрий, я включил микрофон. Я хотел бы, дорогие зрители, напомнить вам, что вы можете задавать свои вопросы и в чате трансляции по первой ссылке в описании и, конечно же, в суперчате. И я, пожалуй, зачту один из вопросов. Но перед этим есть последняя информация. Только что выступил спикер оккупационной думы Путинской Федерации Володин. Он сказал, что если так называемая ДНР примет решение о вхождении в Российскую Федерацию, Госдура обязательно это решение поддержит. То есть, они продолжают игру, они продолжают делать ставки. И сейчас друзья проходят уже вот этот так называемый народный сход в Мелитополе. И, между прочим, в интернете появилось подробное видео с его участниками. Я думаю, этим видео очень заинтересуются органы СБУ и прокуратуры Украины. Вот я не знаю, стоит ли туда прилетать Хаймарсу или нет. Тут, конечно, вопрос такой воякий. Я хотел бы зачитать вопрос от нашего зрителя. Актай Кинг пишет, почему бы Украине не сделать ответный ход? Запустить типа референдума в Чечне, в Башкирии, в Татарстане, в Бурятии, Якутии и так далее. Юрий, как вам вот это, на мой взгляд, как минимум заслуживающее внимание инициатива? Я считаю, инициатива абсолютно правильно, ее нужно поддержать, но у меня возникли претензии к украинским властям. Еще, по-моему, пару месяцев назад Верховная Рада Украины было зарегистрировано постановление двух депутатов Гончаренко и Магомедова о признании независимости Чеченской республики Ичкерия. И до сих пор это постановление не рассмотрено. То есть, Верховная Рада до сих пор к величайшему стыду и за жирею не может признать независимость Чеченской республики Ичкерия. В то время, как президент Грузии Грюксакур еще, по-моему, в 92-м году официально признал, то есть, Грузия, это государство, которое признало независимость Чеченской республики Ичкерия. И, де-факто, 12 мая 1997-го года сама Россия, подписав договор между Российской Федерации Чеченской республики Ичкерия признала де-факто и отчасти де-юре независимости политический суверенитет Чеченской республики Ичкерия, потому что этот договор, он Российской Федерации в одностороннем порядке до сих пор не денонсирован и находится в российских правовых системах. Гаранты, консультанты, можете то, что я сказал, загуглить и посмотреть. Поэтому, да, наша Верховная Рада, я считаю, в этом плане забуксовала. Это серьезная проблема наших депутатов. И так, таким образом, я считаю, нужно потом будет признавать независимость и Татарстана, и Башкортостана, и других, еще раз повторяю, государств. А то, что вот сейчас происходит вот эти события, ну, по поводу ударов Хай-Хай-Марс, ну, я думаю, селы обороны Украины и наше военное командование саму решит, куда и по каким объектам идти, вот и каких коллаборантов уничтожать. Да, безусловно, коллаборантов нужно уничтожать. Я неоднократно говорю, да, почему? Потому что коллаборант это злейший враг, и он намного еще даже более опасен, чем российские фашисты захватят, потому что мы и так знаем, что вот они, они из России, кто пришли сюда убивать украинцев, они фашисты, убийцы и подонки, и наши враги, это очевидно. А коллаборанты это те, кто жил здесь и вступил в коллаборацию, то есть преступное сотрудничество во время войны против собственного народа. И поэтому наши силы специальных операций есть, что они должны убивать и российских фашистских захватчиков, и коллаборатов по всему миру, так же, как это делает израильский МОСАД, британские МИ-6, американские различные спецслужбы, и в том числе в некоторых других странах. Потому что те преступления, которые совершают коллабораты, в том числе с так называемым референдумом и так далее, за эти преступления по международному уголовному праву нет никаких абсолютно сроков давности. Поэтому еще повторюсь, что вот эти преступников от явных, которые представляют угрозу национальной безопасности не только для Украины, но и фактически и западного, и всего мира особо, что нужно отлавливать и уничтожать по всему миру. В том числе абсолютно правильно действовать и партизанскими методами ликвидировать на временно оккупированных территориях. Потому что эти коллаборанты, агенты России, это проводники войны, проводники войны, проводники этой агрессивной войны сюда, в нашу страну. И пока они живы, война будет продолжаться. И тем не менее мы с вами понимаем, что, конечно, вот эти все псевдореферендумы в том числе, они из-за того, чтобы нагнетать истерику. И вы знаете, как буйный алкаш кричит «Держите меня семеро!» на самом деле боится всех сам. Тут, наверное, похожие случаи. Кстати, по поводу истерики только что одна из элитных пропагандон путинского борделя Маргарита Симоньян выдала пост. Пост этот, друзья, носит следующее содержание. Судя по происходящему, она пишет, еще собирающемуся произойти, эта неделя знаменует или преддверие нашей скорой победы, уже смешно, откуда, или преддверие ядерной войны. Не могу разглядеть ничего третьего. То есть, знаете, как у украинцев у Махно было написано воля обусмерть, то у этой дуры или ядерная война, или скорая неотвратимая победа. То есть, вот такие вот артиллерия в виде элитных пропагандонж пошла в ход у Путина, в том числе, наряду с референдумами. И это все, друзья, складывается, конечно же, в одну целую картину. Мы с вами понимаем, что это звенья одной цепи. И удары по ТЭЦ, и удары по АЭС, и удары по дамбам водохранилищ, и вот теперь референдумы, и, конечно же, угрозы ядерной войны. Вы заметили, это все происходит одномоментно. Ну, если бы они собирались что-то делать, наверное, как-то по очереди бы готовились, они тянули бы на себя весь этот вуз. Я думаю, что действительно, это повышение своих ставок, угроз миру перед тем, что с ними не хотят разговаривать. Наверное, это наиболее подходящий вариант их поведения, объяснение их поведению. Дмитрий, ой, Дмитрий, я почему Дмитрий сказал? Кстати, Юрий, сегодня будет ближе к вечеру премьера нашей беседы с Дмитрием Демушкиным. Мы семь месяцев не общались, потому что Дмитрий опасался, что его, как особо, за которой следят беспрестанно и смотрят, что он говорит, что он пишет, что если что-то не то болтнет, его снова присадят. Ну, вот, наконец, он, видимо, определился с мыслями, что он может сказать. Наверное, тоже почувствовал изменения в ситуации в России и выразил желание провести беседу. И мы сегодня вечером вам ее, друзья, покажем, поэтому ожидайте премьеры на Субиньюз Дмитрием Дебушкиным. Семь месяцев мы не общались. И вот сегодня будет в эфире наш разговор по поводу все-таки схода в Мелитополе. Я понимаю, что вы высказали с Юрией, но, тем не менее, насколько морально уничтожать, не разбираясь, целые сходы коллаборантов и предателей. Ведь, с одной стороны, это наказание справедливо, а с другой стороны, это какая-то жуткая картина будет для российских. Смотрите, уничтожать нужно точно, избирательно, как говорится, вносить удары по центрам принятия решений. То есть, туда вот не надо «Хаймарс» сейчас запустить. Я тоже против, кстати. запустить стримеров, не стримеров, а просто людей с камерами, чтобы пришли туда граждане Украины, те, которые создают, находятся на временно оккупированных территориях, сделали вид, что они там ни при чем, им интересно, что люди, просто поснимать и так далее, и заснять как можно больше видео, различных фото и видеоматериалов, чтобы потом нашим правоохранительным органам было проще идентифицировать все это сборище, открыть уголовное производство, либо уже в рамках ответов уголовных производств, включить в них новых фигурантов, и привлекать, скажем, привлекать этих всех подонков к уголовной ответственности. Но тут опять-таки нужно понимать, что если и Симоньян это написал, и заявил Володин, то тогда ситуация складывается следующим образом, что пошла следующая с путинской администрацией методичка подготовить внутри России общественные мнения к восприятию ситуации о проведении референдумов на временно оккупированных территориях. Вот так нужно эту ситуацию рассматривать. То есть это действительно только чисто внутрироссийский вопрос, и они таким образом пытаются подготовить общественные, ну и даже не то, что подготовить общественные мнения, а повсеведневно нам проверить, какова будет реакция россиян на вот эти все действия, связанные с подготовкой и проведением референдумов. Вот именно так нужно это все дело рассматривать, тем более, я повторяю еще раз, что на тот период, вот на сегодня, то есть 20 сентября 2020 года, у них нету вообще какой-либо внутри Москвы однозначной повестки. И вот все эти действия, которые проводятся, их следует рассматривать как, еще раз повторюсь, информационно-психологические операции и шантаж, но еще, я с точки зрения Кремля озвучиваю, что они, значит, мессенджи какие-то, это мессенджи шантажа Украины, общества, украинского общества и западных партнеров. Вот только в таком плане. Друзья, я вам напоминаю, что мы в нашем телеграм-канале выкладываем видео с мест боевых действий с фронта, которые нельзя здесь публиковать на YouTube, поэтому, пожалуйста, подпишитесь, там много чего интересного, мало того, мы анонсируем наши передачи на YouTube, потому что уведомления к вам, к сожалению, как вы пишете, приходят не всегда. Ссылка в телеграм, на наш телеграм в чате трансляции и, естественно, мы сегодня говорим о тех факторах шантажа, коими вполне себе вероятно является проведение вот этих срочных недореферендумов и, кстати, Юрий, только что появился еще один фактор шантажа и я вам и зрителям его докладываю, потому что это срочно горячая новость Госдура Фашистской Федерации приняла очередной ряд законов это поправки в уголовный кодекс и там будут внесены в этот кодекс понятия такие как мобилизация, военное положение, военное время, а также ужесточение наказания за некоторые преступления теперь уже во время военного времени это дезертирство, мародерство и сдача в плен. Поэтому, друзья, решайте сами особенно те, кто живет в фашистской федерации, постучатся завтра к вам в двери и заберут в степи Донбасса, либо все это шантаж с мольбами о переговорах. Я, безусловно, склоняюсь ко второму, потому что если бы вот это все нужно было, если бы он не боялся мобилизации, а он ее боится, он бы давно уже ее провел, потому что он идиот, но он не конченный идиот, чтобы терять 80% своей более-менее современной техники. Если бы он так сделал раньше, безусловно, успехи бы у него были лучше, но он этого не делал не по причине того, что он там людей жалеет, что он победы в Украине быстро не хотел, он этого не делал просто потому, что в условиях современной коррумпированной России, в России, в которой воевать никто не хочет, ну, 90% предпочитают пить пивко с дивана, мобилизация приведет к обратному эффекту. Люди начнут разбегаться, увольняться с работы, уезжать, прятаться по лесам и пидерашка, она просто быстрее рассыпется. Поэтому, наверное, там аналитики ему это доложили, и вот это все позвякивание законами, это, на мой взгляд, безусловно, еще одна цепочка в цепи шантажа Запада, чтобы они склонили Зеленского к переговорам, потому что Путин в тупике, эта фраза расхожена, сейчас это действительно так, он не знает, что делать, у него череда военных поражений, которые будут только углубляться и будут все оглушительней по мере поднятия боевого духа украинских войск и по мере увеличения поставок серьезного вооружения, кстати, замечено уже на самце в Николаевской области, поэтому, конечно, все это ему докладывает, он понимает, но нужно грозить своим немощным кулачком, чем он, собственно, и занимается. Я, Юрий, хотел бы все-таки у вас спросить, если вот эти все действия все-таки будут введены в силу, я имею ввиду военное положение, мобилизация, насильственный сгон населения, как скота Российской Федерации в Украину, если эти все действия осуществлятся, какой эффект они вызовут в России, как вы считаете? Ну, в Украине, я думаю, отвечать не нужно, особого эффекта не будет, потому что там будут несчастные, необученные люди с палками, с дровами, с мусингами, которые будут уже количествами, полями накрываться, как косяки накрываться будут на фронте и будут выноситься просто в одну сторону, потому что, ну, сами понимаете, хаймарсы и так далее, против лопат и сошек, но вот внутри России какие последствия будет иметь его вот это еще более пагубное решение. Хотя, друзья, я, кстати, не исключаю, что решение будет принято, потому что все мы с вами думали, это будет второй самоубийственный шаг, первый шаг был самоубийственный 24 февраля, мы, мало кто из нас предполагал, что это случится, но вот он пошел на самоубийство, а теперь мобилизация. Юрий, если этот второй самоубийственный шаг произойдет, чем это выльется для самой России, что будет происходить внутри России после насильственной мобилизации? Ну, во-первых, сейчас пока, скажем так, трудно рассмотреть, рассматривать вопрос вообще с самой насильственной мобилизацией, почему? Вот ее, ну, скажем так, я же вот то, что как вот сказалось с самого начала, да, если говорить языком реалии, по поводу трендов, то эти тренды не будут продолжены. Даже сейчас сложился в условиях маловероятен вариант, который, за который выступал Путин, и который, собственно говоря, и российские пропагандисты об этом тоже неоднократно говорили, это объявление частичной мобилизации на приграничной с Украиной областях. И то даже этот сценарий, он во многом маловероятен, потому что ну, нету таких, еще, опять-таки, экономических и организационно-технических и прочих условиях для того, чтобы всю эту мобилизацию осуществить. Вот, еще, потому что это маловероятно. А вот эти, кстати, Василий, законы об ужесточении уголовных подразий, там, понятие мобилизации, военное время, потом, значит, уголовное наказание за отказ, за дезертирство, за дачу в плен и мародерсы. Да, вот они как раз-таки отражают, отражают и слабость, отражают и подчеркивают слабость русского рейха и самой путинской системы. Почему? Потому что, если эти законы принимаются направленно, да, пресвечение тех или иных действий, вот они как раз-таки показывают, что вот в этом именно Россия слаба. Вот они все, все в число, вот тут, вот как раз-таки эти законы говорят все, все, скажем так, необходимую суть, что нужно знать об агрессии. Они четко, еще раз повторяю, полностью показывают нам слабые места и точки агрессии. И даже, если предположить, что в России будет объявлено, я же не говорю, там полная мобилизация, но частичная, хотя бы в приграничных областях, то, естественно, это вызовет и хаос, и панику, и обрушение вообще всех этих, как называется, рейтингов, то есть, страх, хаос, панику, обрушение рейтинга Путина, и самое главное, что это разобьет, разобьет этот миф, который уже, я не знаю, со времен Второй мировой войны точно существует. И вызовут ваши 200 тысяч убитых русских. Все системы больше 200 тысяч, это имеется ввиду, да, российско-машистских заквачеков, но не только их, а еще в этой числе какое-то их пособники коллаборантов. Ну, коллаборантов там меньше. То есть, смотрите, все это приведет к обнулению мифа о второй по степени могущественности российской армии, безусловно, вызовет панику, скажет, ну, как так, у тебя вторая армия мира, а, и панику еще, кстати, тут еще важный вопрос, потому что, смотрите, как сейчас перешли пропагандисты. Если они в самом начале ширкомасштабной фазы российской агрессии говорили там, что это фигня, такой был очень жесткий пропагандистский угар, то теперь они говорят так, а мы воюем совсем НАТО. Мы воюем, вот как они говорят, мы воюем совсем НАТО. И вот здесь, когда начнется мобилизация для того, чтобы войны против всего НАТО, а силы обороны Украины уже 50 тысяч российско-фашистских захватчиков уничтожили. И вот тут как раз таки, ну, дураков-то, скажем так, да, понятно, что россияне в своем большинстве, вот примерно 80%, они ненавидят Украину и готовы под пропаганду с пивом лежа на диване или с какими-то наркотиками под каким-то таким информационно-наркотическим кайфом убивать украинцев. Но это и только еще раз повторюсь, лежа на диване и под пропаганду. А реально из них, ну, ультрафашистская, скажем так, российский сегмент, это я апеллирую к закрытым опросам ФСО, так называемым дивадоцентр, там, и ФОМ. Я понимаю, да, действительно, в России, конечно, поскольку это авторитарное государство, там социология не работает, но это я говорю нашим зрительным слушателям информацию чисто для общего понимания, что да, там 10-20% такая прослочка ультрафашистов, но и то у них уже происходит понимание и ломка вот сложившаяся ситуация. Поэтому эта мобилизация, она приведет только к хаосу, к увеличению преступности внутри самой России, и когда силы обороны Украины начнут еще побеждать более сильнее, да, выгонять агрессор с нашей территории, то в результате произойдет все, как по Ленину. Война эмпитаристическая перетечет туда, войну внутреннюю. И поэтому еще, то есть, что обучаясь Путлер не делал, все, что происходит там внутри Мордора, оно приводит только лишь к хаосу и к дальнейшему обрушению его преступного чехско-фашистского режима. Уважаемые друзья, я вам напоминаю, что вечером у нас ожидается Дмитрий Емушкин, хотя вот он мне пишет в Телеграм, что возможно будут какие-то изменения, потому что в связи, наверное, с этими принятыми законами, я не знаю, будем надеяться, что выйдет эфир, в любом случае следите за нашим Телеграм-каналом, там будут все анонсы, надеюсь, что Демушкин будет у нас сегодня вечером на канале. Я, конечно же, вас призываю подписаться на Телеграм, чтобы следить за нашими уведомлениями, и я вам напоминаю, что мы собираем средства для воинов вооруженных сил Украины на беспилотник, будут в первом прикрепленном комментарии после окончания трансляции реквизиты для помощи ВСУ. Мы отчитываемся в нашем Телеграм о каждом поступлении. И всем спасибо большое, друзья, до свидания, Юрий, и сразу после окончания смотрим классическую музыку, расслабляемся, времена тяжелые. До свидания. Слава Украине. Всем пока, героям слава.